Открытый республиканский турнир по одному из самых зрелищных и благородных видов спорта фехтованию стартовал в нашем городе 10 мая и будет проходить на протяжении пяти дней. Соревнования проводятся с 2014 года и являются финальным этапом в рамках детской лиги фехтования. В течение года проводятся в разных городах этапы детской лиги, где участвуют три возрастные группы мальчиков и девочек. И вот сегодня у нас тут будет проходить итоговый финальный турнир, по итогам которого будут награждены лучшие дети в каждой возрастной группе, будут награждены ценными подарками, призами. Брест выбран местом проведения турнира не случайно. Во-первых, соревнования посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне, а именно здесь находится Брестская крепость-герой. Есть еще одна немаловажная причина. Брестский регион традиционно является одним из самых сильных в республике по подготовке спортивного резерва по фехтованию. Если посмотреть по представительству региональному в национальной и сборных командах, то львиная доля спортсменов – это спортсмены Брестского региона. Поэтому данная школа, в которой мы сейчас находимся, она является одной из передовых школ. Здесь работают высококлассные специалисты, хороший тренерский состав. Причем и по сабле, и по рапире, и по шпаге. На этот раз брещане сражались на всех видах спортивного оружия – сабле, шпаге и рапире. С юношами и девушками со всех регионов Белоруссии, города Минска, а также спортсменами из Российской Федерации. Фехтование – это скорость и реакция. Принять единственное верное решение спортсмен должен за доли секунды. Я представляю город Брянск, Российскую Федерацию. Больше всего мне нравится рапира, потому что с самого детства меня отец отвел именно на этот вид оружия. Мои сильные стороны – это атака. Я очень люблю делать переводы, обыгрывать врага. Защита мне не особо сильно получается, но я стараюсь развиваться. Когда мы фиктуем, нам нужно уколоть или в разных других видах оружия ударить. Главное, чтобы электронное табло зафиксировало ваше касание до электрокурточки или другую часть тела. Запрещается оскорблять судью. Это черная карточка, есть квалификация на год. Запрещается лакать соперника или в каком-то роде унижать его. Ну и запрещается выходить за край дорожки. Мне очень нравится фехтование, потому что оно развивает очень много чувств, качеств. Ты чувствуешь дорожку и так далее. В этом году заявки на участие подали более 300 спортсменов. Накануне только медали и ценные подарки от Национального Олимпийского комитета Беларуси. Победители финальных этапов получат право называться лучшими в сезоне 2022. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания «Буктово».